Семь представителей президентского молодежного кадрового резерва пополнили ряды топ-менеджеров в национальной компании Каспочта. Их выбирали из 45 кандидатов. Со многими претендентами председатель правления беседовал лично. О своем выборе и перспективах работы в одной из самых динамично развивающихся компаний молодые сотрудники рассказали нашим журналистам. В современных условиях деятельность Каспочты тесно связана с цифровизацией. Поэтому при отборе претендентов на вакантные должности в первую очередь обращали внимание на навыки в сфере IT-технологий, а также в банковском деле и логистике. Я думаю, это очень серьезная будет для них школа. С другой стороны, я уверен, что они справятся с этой серьезной задачей и привнесут в нашу компанию новые идеи, новые направления. Большинство ребят будет работать в регионах. Алексей Анисимов теперь заместитель директора по маркетингу, рекламе и пиару в филиале компании по Восточному Казахстану. Для меня участие в программе президентский молодежный кадровый резерв стало неожиданностью тем, что я победил. Я остаюсь в своем городе, Русскомногорске, и начинаю деятельность в компании именно с того города. А вот другой молодой человек, Телектес Адамбеков, занял пост исполнительного директора компании по IT-инфраструктуре. Каз-почта меня привлекла, во-первых, тем, что это одна из самых узнаваемых цифровых национальных компаний, потому что все люди, которые работают в сфере IT, когда-либо слышали новые технологии, которые употребляются или применяются в Каз-почте. Это первое. Второе, естественно, это социальные значения, социальные направления. В руководстве компании отметили, что каждого нового сотрудника впереди ждет обучение, которое будет проходить параллельно с работой. Вероника Боярова, Ержан Рахман Бердиев, Хабар, 24.